Фобия пожара появилась у алматинских предпринимателей. Продавцы торгового дома Адем в очередной раз пережили настоящий шок. Накануне здания едва ли не охватил пожар. На нижнем этаже загорелся щит, люди в панике начали спасать свой товар, сотни предпринимателей кинулись переносить вещи на склады в другие здания, более 200 человек были эвакуированы. События прошлого года, когда полностью выгорел один из павильонов Адем, оказались в тот момент повторением трагедии. Но, к счастью, все обошлось. Это видео сняли продавцы торгового дома Адем. Задымился один из участков первого этажа. Все происходило, словно по прошлогоднему сценарию. Дым, запах гари, паника. Но, к счастью, в этот раз обошлось без последствий. Уставшие от подобных экспериментов, люди научились доверять только себе. Торговцы многострадального Адема вновь пережили настоящий шок. Люди вынуждены выносить тюки с товарами на другие склады. Предприниматели возмущаются о том, что пожары, которые произошли больше года назад, ничему не научили администрацию. Ситуация чуть не повторилась. Значит, нет должного надзора со стороны контролирующих органов. По коридорам крики какие-то. У меня запах прям в бутике. Вот на нашем втором этаже, прямо на первом этаже, запах был. Вот гарри, действительно, пластмасса или что это. Прям вот чувствовался запах. У меня одной клиентке плохо стало. Нас начали толкать. Охранники нас не пускают никуда. Поведение охранников и на этот раз вызвало шквал возмущений. Я стала заходить, вот я не знаю, это ужасно. Он меня швырнуло так, а что у меня улетел телефон. Зубинка же. Мы как мародер, нас как мародеров. Я вообще не знаю, как так можно уже. Уже сил нет, понимаете. На нервной почве уже и зубы все повылетало. Сахар у меня на нервной почве. Я полгода бесплатно не стояла. Мне никто ничего бесплатно не предоставил. Никто не вошел ни в помощь, ни во что, вы понимаете. По официальной версии ДЧС, задымление произошло из-за короткого замыкания. Это стало поводом для новых возмущений со стороны торговцев. Люди утверждают, что спустя год дело о пожаре не сдвинулось ни на шаг. Об обещанном возмещении убытков никто не зарекается. 73-го года рождения жительница Алматы. Она является арендатором одного из бутиков. Процессуально в рамках досудного расследования доказано, что по вине этой женщины произошло возгорание. Ее вина доказана полностью в ходе расследования. Она сама тоже признала данный факт. В ДВД Алматы заявили, что расследование по этому делу закончено. Совсем скоро все материалы дела будут направлены в суд. Там и решат все вопросы относительно компенсации. Оскар Медыбаев, Даньяр Жусупов и Думан Сулейменов. Информбюро. 31 канал.